МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы «Станица» – компания «Бизон». Поставщик самоходных опрыскивателей «Император». «Император» – точность и экономичность в обработке посевов. В эфире областной тележурнал «Станица». С вами его ведущая Валентина Колесникова. Здравствуйте. Сейчас в пик уборочных работ перед земледельцами традиционная проблема. Что делать с пожневными остатками, прежде всего с соломой? Сжигать запрещено. Значит, нужно находить другие варианты. Например, использовать ее в качестве лекарства для почвы. Уверены герои нашего первого сюжета. Вода – иногда беда, даже в засушливой местности. После уборки пожневные остатки толстым ковром покрывают землю, пропитываются влагой. Их практически невозможно было убрать осенью. Жалуются и рисоводы, и хлеборобы. Соломе ничего нельзя было сделать. Не убрать, не сжечь ничего. Поэтому вся эта солома перешла на весну. Естественно, все это затянуло с руки сева. Не помогают и мощные машины. Крепкие высокие стебли, освобожденные от колоса пшеницы, ложатся плотной массой на влажную землю и обрастают бактериями и плесенью. В последнее время, последние годы, сельхозпроизводители, которые столкнулись с появлением большого количества почвенных инфекций, они стали конфликтовать с экологами. Экологи запретили сжечь пожневные остатки и заставили оставлять солому. Но они не учли, что если бы они это сделали 30-40 лет назад, когда почвы были не так больны, то было бы все хорошо. Когда они заставили растительные остатки на больных почвах оставлять, вся инфекция пошла на солому. Иногда, вопреки запретам, на стерне можно увидеть пламя, как способ уборки пожневных остатков и очистки пшеницы. Но это не выход. Огонь убивает живой слой почвы. Мы нашли компромисс. Мы вместо спички снимаем конфликт между экологами и сельхозпроизводителями. Мы берем, используя микробную закваску, здоровые композиты, здоровые вытяжки, здоровых почв цилинных, обрабатываем солому и делаем цилинные почвы. У нас почва становится как при распашке цилины. Здоровая, дающая богатый урожай, не болеют растения или мало болеют растения. Разработки ученых берут на вооружение аграрии. Иногда находит подсказку случайно, как молодой агроном из Азовского района. Говорит, в журнале прочитал о волшебных биопрепаратах и решил испробовать их на своем поле. Мы начали работать сначала по вегетации с темикс профи, работали два раза. А потом, после того, как заметили эффект, мы решили попробовать по пожневным остаткам. Я увидел эффект, когда мы сделали предпосевную культивацию под посев озимой пшеницы. Такое ощущение было, как будто почва отдыхала весь год, как по пару посеяно. То есть пожневные остатки полностью разложились. Вот это было заметно сразу. Секрет прост, если следовать законам природы. На любое действие есть свое противодействие. Болезненные микровы и бактерии вытесняются такими же микроорганизмами, но здоровыми. Для аллергиков настала тяжелая пора, время цветения амброзии. Специалисты отмечают в Ростове-на-Дону примеров, когда хозяева-арендаторы земли успешно борются с вредным сорняком, становится все больше. Однако и печальные факты имеют место быть. Далее в программе наша постоянная рубрика. Ростельхознадзор сообщает. Новый дом – старые проблемы. Стройку закончили, территорию бросили зарастать сорняком амброзией. Страдают в итоге местные жители. Тяжело дышать, ходить не очень удобно, слишком много ее. У многих людей аллергия на нее, и поэтому не очень здесь нравится. Пропалывать этот участок никто не приходил, ни разу, уверяют жильцы соседних домов. Да и метровый рост растений как доказательство. Дом давно был ждан. Никого не заселяют, ничего. Должна быть борьба с амброзией по-хорошему. Но никакие меры никто не принимает. Вот как приехали, дом сдали, больше администрации здесь не появлялась. Источник тяжелой аллергии для людей – семена – могут ждать своего часа в почве до 40 лет. Поэтому амброзия входит в список растений, которые собственники или арендаторы земли по закону обязаны уничтожать. Видно, что здесь не косили с самого периода вегетации и, видимо, и не собираются. Сейчас у нас цель установить собственника, потому что дом новостройка, видно, что нужно установить. То ли это уже передали ЖКХ, то ли это еще строительная компания. Штраф в данном случае – административное наказание. Правда, специалисты подсчитали, если каждый ростовчанин вырвет хотя бы один куст амброзии до того, как она начнет свисти, за два года удастся избавить город от этого аллергена. В огуречной столице Дона, станицы Багаевской, в третий раз отметили праздник полезного зеленого овоща. Ярмарочные гуляния так и назвали «День Багаевского огурца». Организаторы Минсельхозпротообласти и администрация Багаевского района. Гости со всей Ростовской области. В том числе и наша съемочная группа. Поет, гуляет огуречная столица. Зеленый герой дня приплясывает на площади в окружении самодеятельных артистов. 18 районов прислали свои делегации на этот по-настоящему народный праздник. Пол Ростовской области точно проезжают сюда. Едут не просто сами, а везут свою продукцию, везут свои хоровые коллективы, творческие коллективы. Это уже традиция. На главной площади праздничный концерт. На сцене награды лучшим овощеводам и хорошие пожелания гостям праздника. Огурец – это очень веселый, очень замечательный продукт. Мы его всегда ассоциировали с хорошей закуской, как хорошая закуска и с хорошим настроением. Я этого вам желаю. Да здравствует Багаевский огурец! Да здравствует Год культуры! Да здравствует Великая Россия! И на выставочных прилавках в народной закуске огурец – главный овощ. Это огурчики малосольные, огурчики сухого посола, огурчики обжаренные с овощами, огурцы соленые в кляре. Отличная закуска! Багаевский район намерен восстановить славу овощной столицы Дона. В этом плане с ним могут спорить и другие районы. Но вот по огурцу нет равных. 17 тысяч тонн уже выращено в этом году. Одна треть от областного производства. И самое главное – восстанавливаются традиции переработки овощей. 42 личных подсобных хозяйства объединились в кооператив. Мы у них закупаем продукцию, которую потом сами перерабатываем, солим, фасуем, поставляем в торговые сети. Мы своих четыре магазина в Ростове построили, открыли. И у нас продукция в наших магазинах дешевле, нежели в супермаркетах или в простых магазинах. У нас магазины в социальной направленности. Мы стараемся, чтобы цену, какая на поле цена, такая должна цена быть и в магазине. Развивать производство помогают бюджетные субсидии. Таким проектом по принципу «С поля до прилавка» в области дан зеленый свет. И мы поддерживаем областной бюджет, поддерживает это развитие. Сегодня у них есть планы строительства овощей хранилища, которые будут субсидироваться в том числе областным федеральным бюджетом. Есть такие планы. Главное, чтобы ничего этому не помешало. Огуречное поселение в виде казачьих куреней встречали гостей разносолами. Станица пела и плясала до вечера. Три года тому назад задумывался этот праздник. И тогда сделали вот такой огурец. Нарисовали на нем рубль. Угадали. Сегодня это символ нашей валюты. И этот огурец станет как бы проектом будущего памятника, который собираются в Багаевке установить на собранные всем миром средства. Проект пока в стадии разработки. Но памятник обязательно будет, серьезно уверяют багаевцы. Ведь огурец – это не только традиционная закуска, но и популярный товар, бренд не только района, но и всего овощного дона. Новое жилье по госпрограмме селяне все чаще не получают, а строят. В Егорлыкском районе молодым семьям и семьям, которые нуждаются в улучшении жилплощади, вручили сертификаты, которые можно смело считать ключами от нового дома. Потому что большинство участников проекта решили использовать их на строительство. Долгожданную радость с Игорлычанами разделила и наша съемочная группа. Александр работает механизатором в сельском кооперативе. Они с женой уже несколько лет живут вместе друг с другом и с родителями. Когда у молодой четы появился ребенок, пара решила воспользоваться государственной поддержкой. Встали в очередь на финансирование. Родную станицу не променяют ни на что, признается Александр. Потому место, где скоро будет стоять их дом, вполне устраивает на Сочевых. Я родился здесь, у меня жена родилась здесь, у нас ребенок родился здесь, мы учились здесь. Но я думаю, мы не собираемся никуда, надо здесь все устраивать. Наша маленькая родина, государство нам помогает. Так что остаемся. Те, кто уже заселились в новые дома, не перестают строить планы. Наталья с семьей переехала полгода назад, успели сделать основную часть ремонта. Хозяйка дома собственноручно занималась внутренней отделкой и рассказывает, теперь это действительно дом ее мечты. Правда, еще собираются достроить второй этаж и заняться благоустройством участка. Недавно сделали ремонт, обои выбирали, конечно, под себя. Все светло, комфортно, современно, очень нам нравится. Там уютно и комфортно. Условия программы господдержки недавно изменили. Если раньше селяне могли приобрести на выделенную субсидию любое жилье, то сейчас дома должно быть не более пяти лет. Либо безвозмездную помощь выдают на строительство с нуля. Большинство семей решили выбрать последний вариант и не прогадали. Мы начали с первого июля. Вот, залили фундамент. Ну, планируем начало октября уже закончить строительство. Тут 90 квадратных метров. Ну, я думаю, для нашей семьи как раз. Ягорлыкский район лидирует в области по строительству льготного жилья, большинство которого для сельских работников. В этом году сертификаты там получили более 50 человек. И местная администрация уверяет, это не предел. Всего на льготное жилье в Ростовской области власти выделили 536 миллионов рублей. 60 из них уйдет в Ягорлыкский район. В эти дни выдают сертификаты не только в Ягорлыкском районе. У нас, в общем-то, в этом году средств достаточно на выдачу где-то 500 получателей. У нас будет сертификатов. Ну, и тем более приятно, когда такое количество в одном районе, все селяне. Финансовую поддержку на жилье может получить каждый житель сельской местности. По сертификату 70% затрат оплачивает государство. Главное – собрать необходимый пакет документов и стать в очередь. На сегодня это все. Через неделю мы вновь расскажем вам, чем живет станица. Удачи в делах и до встречи в эфире. Компания «Бизон» рекомендует самоходные опрыскиватели «Император». «Император» – производительность около 1000 гектаров в сутки.